МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И бешеный понедельник. Кому из политиков на карнавале досталось от немцев больше всего? В России начали ежемесячный мониторинг экономических событий, которые могут влиять на общественные настроения в регионах. Есть мнение, что решение о мониторинге Кремль принял в связи с предстоящими в 2018 году выборами президента, дабы вовремя реагировать на настроение региональных избирателей. Мониторит регионы и оппозиционер Алексей Навальный, который активно включился в предвыборную кампанию и уже открыл в Екатеринбурге свой штаб. По словам оппозиционера, только через людей он может добиться регистрации своей кандидатуры. В начале февраля Ленинский районный суд Кирова повторно осудил Алексея Навального по делу Киров-Леса. Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в полмиллиона рублей. Совсем скоро приговор вступит в силу. Как в таких условиях Навальный собирается проводить свою предвыборную кампанию, он рассказал в интервью Deutsche Welle. Я имею право участвовать в выборах. Я буду требовать, чтобы моя фамилия была в бюллетене. В Конституции прямо написано, что моя фамилия должна быть в бюллетене. У меня есть все те же самые права. Я не согласен и никогда не соглашусь с такой странной и абсурдной позицией Путина и Кремля, что я являюсь таким человеком, в отношении которого нужно сделать исключение. И Конституция на меня конкретно не распространяется. Это не так. Я хочу опираться на поддержку людей, которые заставят Кремль зарегистрировать меня. Точно так же, как эти люди когда-то в 2013 году заставили Кремль выпустить меня из тюрьмы на следующий день, несмотря на то, что накануне меня посадили на 5 лет. Из того, что было обещано правящей партией в 2011-2012 годах, практически ничего не реализовано. Доходы россиян падают. Тем не менее, политическая активность в стране крайне слаба. На вопрос о том, не разочарован ли Навальный соотечественниками и их политической апатии, в интервью нам он ответил. У меня, конечно, нет разочарования в согражданах. Я вижу, что если нет больших перемен, наверное, это вина в том числе и политического класса, и моя. Что-то я не доработал в 2011-2012 году, раз те протесты, которые были, они не привели к большим изменениям. Но я вижу, что Россия является сейчас довольно типичной авторитарной страной. То же самое происходит в Казахстане. То же самое происходит в Белоруссии, Узбекистане, Таджикистане или Зимбабве. В этом смысле ничего нового нет, и русские не являются каким-то особенно отсталым народом. Так ведут себя все в авторитарных странах. Когда лидер захватил власть, когда он физически уничтожает оппонентов, когда он не пускает партии на выборы, когда он захватил средства массовой информации, к сожалению, это происходит. Это совсем недавно было в Советском Союзе. Путин пытается вернуть это все, но только с единственным изменением. Он для себя построил капитализм, а для всех остальных он строит советский авторитаризм. Полную версию интервью с Алексеем Навальным читайте на нашем сайте. Нелегальные гонки в Берлине, в результате которых погиб человек, приговорены к пожизненному заключению. По немецким меркам пожизненное – необычно суровый приговор. В то же время общественность в Германии требует ужесточения мер по борьбе со стритрейсингом, нелегальными автогонками на городских улицах. Год назад жертвой двоих молодых людей стал 60-летний пенсионер. 1 февраля прошлого года он, в полном соответствии с правилами дорожного движения, выезжал на зеленый свет на перекресток бульвара Курфюрстендам в самом центре Берлина. В джип пенсионера на скорости 160 км в час врезался автомобиль, за рулем которого был один из подсудимых. Вместе с приятелем они устроили гонки по центру города, проскочив на огромной скорости на красный сразу несколько светофоров. Нелегальные автогонки посреди города – проблема не только в России, но и в Германии. Иногда это происходит по устной договоренности, а иногда просто совершенно спонтанно. Иногда просто встречаются у светофора и давят на газ. Такие гонки нередко приводят к авариям. Эта девушка сидела в такси, когда в автомобиль врезался стритрейсер. Она получила тяжелые травмы и с тех пор не может выкинуть из головы фразу, которую слышала от полицейских. Вы извините, что мы вам это говорим, но если бы он врезался в ваше такси на 5 сантиметров правее или левее, вы бы погибли. До сих пор немецкие суды приговаривали стритрейсеров к условным срокам. Но приговор, объявленный в понедельник в Берлине, в корне изменил эту ситуацию. Похоже, стритрейсерам надо будет искать другие способы самоутверждения. Эти люди в постоянных поисках адреналина. И при этом они пытаются компенсировать свою низкую самооценку тем, что выставляют на показ свою машину. Особенно это касается молодых людей, которые самоутверждаются таким образом, пытаясь повысить свою значимость в глазах окружающих. Жесткий приговор суда в Берлине призван создать громкий прецедент. Отныне немецкое правосудие намерено квалифицировать дорожные аварии в результате стритрейсинга, как умышленное причинение вреда здоровью. Граждане Грузии вскоре смогут посещать страны ЕС на период сроком до 90 дней без виз. Соответствующий регламент визовой либерализации принял в понедельник Совет Евросоюза. Подробнее об этом, а также о других новостях в нашем обзоре. Совет Европейского Союза формально одобрил введение безвизового режима для граждан Грузии. Он вступит в силу через 20 дней после публикации документа в официальном журнале ЕС. Одновременно вступит в силу и механизм приостановки действия безвизового режима. Разработка этого процесса была важным условием Совета ЕС на пути визовой либерализации для граждан Грузии и Украины. Сирийская армия вместе с отрядами ополчения взяла под контроль стратегически важную высоту недалеко от Пальмиры. Военным удалось выбить оттуда боевиков запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство», а также ликвидировать оружие, боеприпасы и технику боевиков. Убийство брата лидера КНДР Ким Чен Нама было организовано двумя министерствами Северной Кореи – МИДом и Министерством госбезопасности. К такому выводу, по данным Reuters, пришли южнокорейские спецслужбы. По данным Минздрава Малайзии, брат Ким Чен Ина умер в муках от большой дозы нервно-паралитического токсина VX. Спасти Ким Чен Нама не могло ни одно противоядие. В Барселоне проходит Всемирный мобильный конгресс 2017. Ведущие мировые бренды традиционно представляют здесь свои новинки. Однако в этом году хитом выставки стал не новомодный смартфон, а ремейк старой неубиваемой Нокии. Классическая модель Nokia 3310 вышла в новом дизайне. Ее оснастили двухмегапиксельной камерой, microSD-слотом и MP3-плеером. Также на телефоне установлена игра-змейка. Телефон будет стоить 49 евро. В Рынской области завершается карнавальный сезон. Кульминацией стал Rosenmontag, так называемый «бешеный понедельник». В этот день заядлые любители карнавала соревнуются в политической сатире. Как и предполагалось, в этом году главным объектом насмешек стал Дональд Трамп. Над чем еще смеялись немцы? Чтобы узнать это, мы связались с нашим корреспондентом в Дюссельдорфе Ольгой Капустиной, которая следила за карнавальным шествием. Hello! Привет! С уличного карнавального шествия в «Бешеный понедельник» в Дюссельдорфе. Именно здесь, в Дюссельдорфе, карнавал считается самым политическим в Германии. Шуты не щадят здесь никого, но больше всех достается политикам. Например, Владимира Путина изобразили в этом году в образе обезьянки, которую тренирует канцлер Германии Ангела Меркель. А на другой повозке Путин пристал в образе гусеницы, которая пожирает листок демократии. Рядом с ним Эрдоган, Орбан, Качинский и Дональд Трамп. Сатира на Дональда Трампа вызвала в этом году наибольший резонанс. Так, на одной из повозок Трамп насилует статую свободы в Америке. Однако уже на следующей повозке она ему отомстила. Статуя свободы держит в руках отрубленную голову Дональда Трампа. В Дюссельдорфе смеются и над немецкими политиками. Так канцлер Германии Ангелу Меркель изобразили в образе мамонта, которого заколол ее политический соперник на ближайших выборах Мартин Шольц. Не забыли здесь и про другие важные политические события последнего времени. Засилье фейковых новостей, Брексит в Англии, А еще здесь, в Дюссельдорфе, критикуют правительство Польши. Некоторым такой юмор кажется безвкусным и вульгарным. Что ж, таким людям не место на дюссельдорфском карнавале, говорит создатель этих повозок, известный на весь мир художник Жак Тилье. В общем, это лишний раз доказывает, что немецкие любители карнавала держат руку на пульсе и высмеивают абсолютно всех политиков, вне зависимости от их страны проживания. ДВ Новости расскажет о развитии событий уже завтра, в том числе и на каналах наших партнеров. Всего вам самого доброго. И оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин